привет друзья меня зовут кристина и это мой блог о вязании крючком я рада вас приветствовать на своем канале если данное видео вам понравилось пожалуйста поставьте лайк и оставьте комментарий в данном видео я хочу рассказать вам о своем вязальном пути как я пришла к вязанию с чего начала почему остановилась именно на вязание из каких изделий я начинала свой вязальный путь и как это сейчас у меня все происходит вы могли не заметить возможно такой заголовок от астрологии к вязанию да мой путь был именно таким изначально я занималась астрологии мне это очень нравилось я проходила различные курсы консультировала но в какой-то момент я поняла что астрология это возможно не то чем бы я хотела всегда заниматься это очень здорово мне нравилось и когда ты рассказываешь людям то что то есть никто о них не знает и ты им это говоришь и они просто вау восторг как же так это очень круто интересно ты заряжаешься от этого энергией но в первую очередь люди приходят к астрологу также можно сказать как психологу у них есть какой-то запрос какая-то проблема и то есть ты постоянно с этим работаешь и это достаточно сложно постоянно нужно как бы сопереживает человеку и ты входишь в глубину его проблемы и в какой-то момент я понимаю что я как я могу помочь людям с какими-либо проблемами когда у меня у самой есть какой-то багаж своих проблем которые я несу с собой и сейчас они как бы давлеют надо мной и они у меня есть они мне мешают но я при этом каким-то образом умудряюсь помогать людям решение их проблем и у меня были очень хорошие отзывы люди советовали меня друзьям то есть так сказать да мои услуги консультирования ко мне приходили и в какой-то момент я поняла что нет я так не могу как я могу помочь человеку когда у меня есть какие-то свои проблемы психологические можно так сказать и в этот момент я перестала заниматься астрологию плюс там еще наложился у меня другой эзотерический фактор и мне стало от этого несколько можно сказать тяжело просто когда ты подключаешься к какому-либо эгрегору ты работаешь очень много с этой энергией и я поняла что моя психика не выдерживает вот этой вот астрологической эзотерической энергии и я перестала этим заниматься несмотря на то что у меня были консультации у меня все шло хорошо но благодаря астрологии я также очень много узнала про себя тем что и мне нужно заниматься и я вспомнила что мне действительно очень нравится творчество я так вспомнила что я с детства любила все творческое мне что-то на мне где-то нравилось рисовать писать стихи плести бисером и так далее и поэтому я решила вновь окунуться в творческое пространство и выбрала вязание вязание я выбрала на самом деле случайным образом изначально я хотела научиться шить и когда я купила себе немного ткани села за машинку и просто я понимаю что блин это вообще не получается и как же так что я поняла что нужно много усердно трудиться чтобы все струтички были ровные а где-то мой внутренний перфекционист он злится и говорит нет надо делать еще и еще и еще и я понимаю что шить это для кого-то может быть да это легко человек быстро научиться шить но для меня так казалось не так не таким быстрым так скажем процессом как бы я хотела но шить все равно мне нравится это достаточно интересно я иногда это практикую но больше степени для себя и я увидела на ю тубе видеоурок по круглой сумочке крючком вот это видео и я когда ее увидела я была просто в полном восторге вау круглой сумочкой крючком своими руками неужели это можно связать неужели это можно сделать я начала его смотреть прочитала что мне нужно купить нашла у себя в городе магазин где продавалась нужная мне пряжа шнур и трикотажная пряжа я говорю мужу поехали на великах быстрее там восемь километров всего лишь от нас мы сели на велики доехали я зашла в этот магазин я была в полном восторге там было столько различных цветов трикотажная пряжа полиэфирный шнур хлопковый шнур я там набрала полный рюкзак купила крючок все необходимые материалы приехала домой и давай села вязать эту круглую сумку и тут я включаю видео и она говорит кольцо амигуруми что такое кольцо амигуруми она показывает и я просто сижу с этими нитками никогда не держав крючок в руке этот шнур он достаточно еще такой толстый я не понимаю как нужно все это правильно держать и так далее тут я ставлю на самую минимальную скорость и все равно не понимаю я там что-то эти нитки перекручиваю в руках у меня вроде что-то вывела куда-то завела но ничего не получается я пересмотрела столько видео этого кольца амигуруми я часа два честное слово наверное сидела и пыталась его связать и тут аллилуйя у меня получилось и столько радости было когда я сделал это первое кольцо амигуруми связала в него 6 столбиков без накида и можно сказать что дальше все пошло как по маслу я связала эту сумку по моему дня за три или за четыре достаточно быстро у меня получилась можно сказать она была практически идеальной единственное у меня по моему не было и прибавки не в шахматном порядке где-то прибавки были друг над другом вот я связала эту сумку мне очень сильно понравилось но я потом поняла что круглая сумка это не мой вариант уже эти сумки я ее распустила и связала из нее что-то совершенно другое ну и вот с этого с этой сумки начался мой путь потом я приобрела мастер-класс вот на такую сумку делайла она мне вообще очень нравится я ношу ее уже в течение двух лет у меня она связана в нескольких цветах мне вообще люблю небольшие такие сумки они удобно и у меня туда все помещается и вот это вот делайла я ее вот честно просто обожаю я ее вот как купила для меня конечно было сложно ее вязать как новичку но благо у этого мастера бехет хэдмейт видео все достаточно очень понятные при покупке мастер-классов там полутора часовые видео мастер-классы и все достаточно понятно объясняется единственное что у меня я помню была проблема это соединениями я не до конца могла понять как правильно делать соединение этой сумочки она у меня было немного кривой когда я связала несколько моделей соединение у меня уже было хорошее а так в принципе было все достаточно ну не так сложно можно сказать как это было с кольцом амигуруми уважаемые зрители напишите в комментариях как вы научились вязать как вы пришли к вязанию вяжите вы крючком спицами возможно у вас есть еще другие хобби чем вам помогает вязание возможно вы во время вязания отвлекаетесь от чего-то это для вас как успокоение и так далее делитесь об этом в комментариях что для вас вязание как вы научились вязать и как вы пришли к этому мне будет очень интересно узнать вашу историю как вы пришли к вязанию не только крючком но и спицами вот такие сумочки вот это треугольная из хлопкового шнура не очень она нравится тоже не такая большая все нужное в нее помещается я в основном ношу только телефон карты и ключи больше ничего вот эта сумочка мне тоже нравится такая небольшая но идет в принципе можно связать и любым размером тоже связаны с хлопкового шнура и вообще любую хлопковый шнур и такой мягкий тактильно приятный до в стирке он конечно не так удобно его стирать как полиэфирный шнур но я люблю хлопковый шнур в этой сумочке я обычно хожу куда-нибудь на аллее уберу книжку либо что-то повязать в ней ношу и вот в таком вот плане и конечно же вот она моя любимая делайла из хлопкового шнура цвет мне очень этот нравится я люблю ее и я ношу вот делайлу не только в летний сезон но и весной и осенью ну крот только кроме зимы и делайла вот такая-то у меня летний вариант цветовой гаммы голубая я ношу ее в основном только летом она связана из полиэфирного шнура вот это вот такие мои любимые модели сумочки и конечно моя одна из любимых моделей это у меня есть мастер-класс на канале сумочка с бахромой я ее прям очень обожаю ее так же вы можете связать вообще любым размером чтобы вам там нужно чтобы поместился допустим даже кошелек если вы просто увеличиваете начальную цепочку и все и также приделываете к ней бахрому нужной вам длины там все достаточно просто так же я вязала корзинки вязала разные корзинки корзинки вязала и мастер-классом по чьим-то и потом я сама начала записывать мастер-классы на корзинке я покупала один мастер-класс на корзинку это была корзинка с деревянным донышком тогда я еще не знала как правильно нужно располагать прибавки на прямоугольном донышке или на квадратном то есть для меня было непонятно да там в квадратах с острыми углами делают на углах прибавления но меня интересовала донышко закругленными краями и там я не знала как в каких местах нужно делать прибавление поэтому мне пришлось приобрести этот мастер-класс я не пожалела я обучилась чем-то новому я всегда люблю поддерживать мастеров приобретать мастер-классы даже если я где-то понимаю как вяжется то или иное изделие я могу приобрести мастер-класс и даже можно сказать там не заглянуть в него просто как бы это моя поддержка мастера как отвязальщицы к вязальщицы можно так сказать так же хочу рассказать вам про пряжу которые я использовала свои такие неудачные покупки когда ты на таком начальном пути ты не знаешь где хорошо где плохо у меня в городе как оказалось есть два магазинчика с пряжей но сейчас он остался один и меня качество этого шнура совсем не устраивает и в другом магазине мне качество шнура тоже не устраивало так как когда ты пробуешь что-то лучшее потом на более худшее переходить не хочется и так сказать я немного попала в такой конфуз можно сказать так лоханулась приобрела трикотажную пряжу не очень хорошего качества то есть я посмотрю как все мы делаем в инстаграме посмотрела отзывы там у них было много подписчиков я не буду скрывать как называется эта компания это называется не знаю работают они или нет виктория вот трикотажная пряжа у них была акция что-то я не помню какая но сколько-то мотков получали покупаешь и получаешь скидку ну конечно же кто не хочет скидку при покупке там от скольки-то от шести или пяти мотков тем более я так мне нужна была сумка из трикотажной пряжи или и что-то еще либо корзинку я большую хотела связать ну в общем я ее заказала и когда я ее потрогала и начала из нее вязать я поняла что это вообще полное фуфло что я из этого дешмана не хочу вязать что это ужасное качество ну к сожалению на камеру вряд ли это все передастся но она настолько просто плохая она очень прям так тянется хорошо то есть в изделие когда ты вяжешь она растягивается и плохо держит форму со временем она просто придет быстро не в негодность и тут если расправить но на камеру к сожалению этого совсем не видно очень хорошо так скажем видна ее текстура вот это и она как бы немножко прозрачная и очень сильно растягивается то есть нить буквально тянешь она не собирается назад и она становится тоньше и тоньше так быть не должно а тут вот даже есть такая вот штука в пряжи осталась виктория группа компании на ней написано поэтому не заказывайте там пряжу никогда я не знаю изменилась у них качество или нет но на тот момент это была ужасная пряжа и я наверно из трикотажной я ничего хуже еще пока не видела и надеюсь не буду далее я хочу сказать про всеми хваленый бисквит вязальщицы которые его рекламируют скидка на сайте мне на самом деле тоже не очень нравится изделие ну блин как бы тоже для меня не совсем так долго служит и пряжа быстро скатывается я не люблю такое то есть мне не особо понравилось она тоже можно сказать не так быстро восстанавливается становится тоньше и текстура ее мне не нравится так в общем бисквит я не знаю конечно кто-то получается этого процент на покупки но мне у бисквита не нравится не шнур он скрипит когда вяжешь это ужасно мне это не тактильно тоже неприятно особенно есть некоторые цвета у них просто берешь в руки и он тактильно так очень неприятно в руке что вообще не хочется из него вязать какие-то цвета достаточно нормально в руке сидят и шнур не скрипит но это не всегда так бывает а другие цвета шнур скрипит и в руки его вообще неприятно тактильно держать вот этот тут у меня есть также шнур полиэфирный остался от виктории мне он тоже не особо нравится я начала из него вязать я помню корзинку я вот тут его все распустила и смотала в такой моток мне он тоже тактильно не особо приятен вязать из него не очень единственная пряжа трикотажная и не только трикотажная пряжа что мне понравилось это пряжа цитрус это не реклама у меня еще слишком мало подписчиков чтобы делать рекламу на моем канале поэтому я даю честную оценку на все что я покупаю все чем я пользуюсь это мое личное мнение и ничего другое вот вы бы знали когда я первый раз ее купила она такая бархатистая и приятная в руках что вот действительно не хочется ее выпускать из рук и ниточка она снова восстанавливается то есть она не растягивается они становятся допустим как виктория вообще там истончается либо как бисквит становится тоньше и не возвращается в форму а цитрус еле очень люблю и она как бы хоп и назад как резиночка и на ощупь она просто очень такая приятная и вот это вот если ее так сказать немного раздвинуть нить то есть она не растягивается тоже она достаточно такая плотная нитка эта ткань у себя в инстаграме они пишут какой они используют я честно говоря не помню в общем трикотажная пряжа от цитруса самое лучшее также хочу сказать про бисквит пряжа центр этот знаете как называется джут вот джут который там тоже все якобы нахваливают ужасно я из него вязала все сыпется тьма узелков грязный чем-то пахнет в общем мне не понравилось я покупала джут я не помню сальтера по моему фирма называется вот он у него достаточно хорошая нить мне понравилось да он крошится но там нет грязи вот джуте от пряжа центра прям какие-то я не знаю черные штуки вываливаются он очень сильно крошится он чересчур жесткий я бы сказала а вот джут от сальтеры да джут он весь как бы жестковат и он там летят с него эти вот его волокна но никакой черноты узелков не было джут золотистый мне он понравился но я джута вот особо ничего не вижу и не ношу не он сам по себе не нравится далее я хочу рассказать про хлопковый шнур также от цитруса блин вот честно это вот самая лучшая пряжа лучший шнур из которого я вязала что трикотажная пряжа у них что хлопковый шнур мне очень нравится очень тактильно приятный такой мягенький вот из него хочется вязать и вязать ты вот просто вяжешь спокойно и вяжешь и вот этот цвет я не помню как он называется я давно его покупала вот у него у меня связано делайло он такой просто молочный такой шикарный и у них очень классная палитра и мне иногда кажется что у них палитра хлопкового шнура очень мало но очень красивые у них цвета мне нравится у них конечно под дороже стоит и шнур и трикотажная пряжа но это того стоит если вы начинаете вязать либо вяжите уже давно обязательно попробуйте у них есть сайт они в инстаграме у них у них есть контакты я их ссылки также прикреплю то есть прям шикардос далее я хочу еще вот показать полиэфирный шнур цитруса этот цвет капучино вроде бы как называется мне тоже очень нравится их нить приятная на ощупь из нее приятно вязать у меня все корзинки связаны с полиэфирного шнура я шнуром из цитруса в основном все мои мастер-классы я снимаю вот из полиэфирного шнура цитрус также есть еще сова корт у них хороший плотный шнур шнур я бы этот больше рекомендовала для высоких корзин он плотный у цитруса тоже 5 миллиметровый шнур хорошей плотности сова корт у них расхождение по цветам большое то есть допустим вы один раз заказали такой голубой оттенок в следующий раз этот голубой оттенок пришел ну отличается то есть от предыдущего но я бы больше все таки посоветовала цитруса потому что в сова корт у них бывают в шнуре такие промелькивают то есть белые пятнышки то есть цвет сам голубой допустим и где-то белые пятнышки хочу еще сказать мне нравится полиэфирный шнур от Moscow Port я у них только покупала полиэфирный шнур у них там еще продается такой бархатистый очень клевый интересный шнур для сумок также для шапок он подходит много вязальщиц вяжут из него шапки я думаю я его не заказывала но я думаю у них тоже потрясающего качества так как полиэфирный шнур мне у них тоже нравится из него у меня тут тоненький был я заказывала 3 мм мне нужно было для сумочки и он тактильно тоже приятный из него мне нравится вязать и у них богатая цветовая палитра сейчас они еще вышли на озон на озоне у них вроде есть полиэфирные шнуры ссылку на Moscow Port я также прикреплю оставлю и одно время они еще продавали производили шнуры хлопковые у них были там разные разновидности но мне не нужно было на какие-то изделия поэтому я их не приобретала сейчас они их по-моему не производят также у них есть производство донышек, крышечек основы для пуфов в общем мне очень нравится они молодцы у них хорошее качество если вы также хотите попробовать какую-то хорошую пряжу хороший шнур то советую приобрести у них сейчас я вблизи покажу всю трикотажную пряжу в развороте как это все выглядит вот этот первый вариант это пряжа от Виктории которая мне совершенно не понравилась сделана она явно из самого дешевого сырья когда ее даже разворачиваешь здесь вот все краешки начинают крошиться так быть не должно если ее разворачиваешь и заметьте что она можно сказать тут не особо видно на видео что она ну как бы просвечивает немного очень тонкая нить вот взгляните как вот видно все вот эти вот полосы очень сильно следующее это бисквит да вязать ее можно но для меня не настолько приятная как бы я хотела наверное тут уже когда разворачиваешь конечно есть немного такие моменты вот таких вот обрывов можно сказать то что она тоже немножко будет крошиться но при вязании конечно она крошиться не будет просто когда ее разворачиваешь нить по бокам немножечко крошится тянется она я бы не сказал она конечно стягивается назад но не как прям как резинка растянуть ее достаточно просто а вот еще пряжа от виктории она растягивается очень сильно и становится достаточно тонкой я пробовала связать из нее корзину я даже честно не довязала потому что я не смогла вязать из нее потому что ну тактильно вообще неприятно из бисквита из бисквита я вязала сумку сумка достаточно быстро скаталась из трикотажной пряжи вот корзинки я не помню я по моему из бисквита не вязала далее цитрус мой любимый жаль конечно через youtube нельзя передать насколько она мягкая и нежная и просто когда вязать из нее вообще вот в руках когда держишь сплошное удовольствие она как такая бархатная мне очень нравится эта пряжа у нее такая достаточно она хорошая плотность приятно вяжется то есть у них есть еще 7 вот это 7,9 миллиметров есть еще 3,5 миллиметра для тех кто вяжет тапочки вот этот верх для тапочек чтобы он был не такой плотный толстый еще хочу сказать если вы вяжете тапочки из трикотажной пряжи не вяжите из трикотажной пряжи подошвы подошва достаточно быстро из трикотажки стирается из любой независимо бисквит это цитрус либо вот это из этой понятно она испортится я связала кстати один раз подошву из этой пряжи и она можно сказать вообще не держала форму она вся как-то растянулась ужасно и то есть это ну никуда не годится естественно особенно если вы планируете вязать на заказ смотрите чтобы у вас пряжа была хорошего качества лучше поднять немного больше сделать цену но не вяжите из плохой пряжи она будет растягиваться при носке очень сильно будет портиться быстро и если вы хотите чтобы к вам клиент вновь вернулся то лучше выбирайте хороший продукт достойную пряжу вот но я вязала тапочки также из цитруса и из бисквита что у той и у той трикотажки подошва достаточно быстро ну начала стираться то есть вот в таком плане я носила это были домашние тапочки носила их дома носила без носок и пряжа все равно достаточно быстро шоркалась независимо уже даже от качества нити из которой они делают трикотажную пряжу какой трикотаж они покупают очень мне нравится бисквит в корзинах очень приятно и красиво и в сумках единственное что мне не очень нравится трикотажная пряжа я сейчас из нее практически вообще не вижу это стирка что полиэфирный шнур он достаточно быстро моется и стирать его намного проще то есть у меня есть сумка из полиэфирного шнура и также салфетки я их просто закидываю в стиралку и все и все без проблем стирается без каких-либо повреждений вот с трикотажной пряжей конечно уже посложнее также хлопковый шнур можно постирать я сейчас вяжу только из хлопкового шнура в основном и из полиэфирного крайне редко это джут поэтому если вы вяжете тапочки то я рекомендую связать подошву джутовую а верхнюю часть связать из трикотажной пряжи либо можно связать даже из хлопкового шнура потоньше или из полиэфирного ну из полиэфирного наверно верхушку не очень приятно так как он достаточно такой гладкий и тактильно для ног я бы сказала не очень приятный поэтому выбрала бы для верха трикотажную пряжу либо хлопковый шнур также хочу показать хлопковый шнур от цитрус очень мне нравится посмотрите какая текстура какой красивый цвет он просто он тоже такой мягкий в руках из него очень приятно тактильно вязать у меня сейчас к сожалению нету в наличии из него крозинок но смотрится он конечно просто превосходно мне очень нравится и в общем про шнур я рассказала рассказала показала вам сумочки свои любимые модели и в общем достаточно я не помню сколько по времени я вязала сумочки корзинки и мне так было страшно переходить я смотрела на игрушки переходить на более мелкую пряжу то есть это уже что-то какой-то новый уровень можно сказать но игрушки мне очень нравились мне так было клёво там смотришь они такие миленькие все хорошенькие и хотелось очень связать и вот моя первая игрушка это был кролик и сейчас я вам его покажу вот так вот выклеил мой первый кролик такой хорошенький я вот его оставила себе на память он не стоит и красуется там и для меня было достаточно сложно вязать из тонкой пряжи так как это что-то уже новый можно сказать и захват нити здесь необходим другой у меня была еще другая игрушка лисенок я ее подарила племяннику из-за того что я делала неправильный захват нити здесь тоже у кролика немножко голова растянулась нужно было вязать крестиками а я вязала как обычно просто столбик без накида и когда вяжешь игрушку крестиком то есть голова и тело туловище оно более плотное а когда вяжешь просто как вот мы вяжем корзинки рисунки то есть можно сказать как бы пряжа не так упруго сидит и игрушка потом растягивается и немного теряет свою форму я это потом поняла ну вот я связала кролика связала лисенка и то есть я то им не особо пользуюсь ребенок играет и я посмотрела потом что игрушка она как бы не то чтобы изнашивается она просто растянулась и я сменила технику вязания мне это конечно больше понравилось вот мой вот такой вот еще один кролик у меня есть здесь уже связано все крестиками все достаточно плотно и упруго то есть у него точно ничего не растянется нигде и все форму он свою не потеряет также у меня есть вот такая вот синячка я ее вязала по мастер-классу украинской вязальщицы я покупала на эти вот но это моя первая синячка глаза тут у меня удались не очень у меня я вязала в подарки еще такие синячки несколько штук там глаза у меня были уже покрасивее но это такая моя была тоже первая синячка мне она очень нравится нанесет мир любовь и гармонию во все дома еще рассказать хочу про пряжу для игрушек я использую yarnart альзе и газл но вот газл я его трогаю он такой мягенький в руке а когда бывает вяжу каким-нибудь цветом игрушку и понимаю что она какая-то жестковатая нить ну тактильно мне не очень нравится и бывает как-то из газла тяжеловато вязать игрушки на самом деле я не знаю кому как но я заметила что в основном вязальщицы игрушек кто вяжет игрушки они используют альзе и yarnart и я потом поняла почему они достаточно мягче и нить сама по себе легче идет по крючку и игрушку когда трогаешь она помягче нежели чем из газла и поэтому я сейчас тоже в основном выбираю yarnart либо альзе но если нету тех цветов которые мне нужны у газла вообще там бывают такие прикольные цвета мне нравится вот это вот летняя фуксия такие салатовые очень клевые яркие вот как у кролика я допустим у вот эта вот фуксия такая вот салатовый мне очень понравились у газла эти были цвета а вот у альзей и у yarnart были немного похожи но все равно не подходящие мне по цветовой гамме если вы только учитесь вязать или вы приступаете к вязанию игрушек я хочу вот порекомендовать вам хорошую книжку и японское искусство амигуруми мне нужно было ее купить потому что там были какие-то моменты по соединениям деталей как что-то пришивать как там допустим голову сшивать и так далее то есть мне вообще буквально нужно было несколько моментов только из этой книжки но тут в начале они показывают как вязать те или иные столбики то есть это достаточно для новичков будет полезной информацией у нее очень очень качественная бумага она идет даже больше как такой подарочный вариант я бы сказала то есть книжка очень классная и достаточно информативная если вы еще раз повторюсь учитесь вязать или учитесь вязать игрушки то это очень хорошее такое начало по вязанию игрушек на этом ролик подходит концу спасибо вам что посмотрели его это было можно сказать такое ознакомительное видео вы узнали чуть больше обо мне я узнаю чуть больше о вас когда вы напишите об этом в комментариях и спасибо вам за ваши просмотры и лайки